привет всем я продолжу рассказ о моих природных котлеях это обзор именно по моим природникам вот это тоже был сеянец и куплен он был там же где моя котлея бекалор вот тут малыш которого я показывала но этот сеянец большого размера и он в общем-то хорошо подрос вот такой вот большой рост хороший до новый вот этот рост и этот новый рост уже укореняется в общем здесь все выглядит прекрасно здесь хорошие корни тут прям щеточка корней такая хорошая в общем все замечательно это тениброза котлея тениброза вот была куплена тоже вот вместе с тем малышом но развивается она вы видите как значительно лучше вот тоже раз на раз не приходится сеянец и сеяницу рознь она дала корни с уже существующих псевдобульб когда приехала ко мне прям сразу одна из первых а потом начала развивать новый рост на середине формирования вот этого нового роста вот этого нового роста она дала корни уже с этого нового роста субстрат состоит из лавы архиаты и угля ну в общем ты я все свои к котлее сажаю в лаву архиату и уголь сверху я положила гранитную крошку в которой она как раз была продана но в чем отличие вот этого сеянца от к сеянца бекалор отличие в развитии у них из-за того что тениброзу никогда не вытаскивали из горшков ее просто ставили горшочек меньше ставили в больше горшок и ни разу ей не повредили корневую систему вот видно как достали из фласки так ее просто горшочек горшочек ставили и все и ничего не меняли поэтому она более сильная чем вот тот малыш бекалор которая показала в первой части так и сохранили корневую систему у нее было четыре горшочка один в другом когда я ее получила вот развивается она гораздо лучше я при освобождении и от горшочков было предельно аккуратно и смогла сохранить старые корни если может даже не все но некоторые точно сохранила потому что она в общем-то хорошо всегда себя чувствовала растение турбер даже не теряла и развивается гораздо лучше чем то что в общем-то те растения которые потели потеряли корни из-за жесткой пересадки в теплице тениброза вообще не считается очень требовательной к условиям содержания даже света ей нужно меньше чем многим из представителей котлейной группы вот такой вот у меня красивый малыш вот с такими красивыми листиками а до цветения нам еще пока ждать и ждать но надежда у нас есть а котлея leopoldi подросток тоже была куплена в марте в калифорнии в теплицах имела новый рост вот это новый рост был у нее которые она и сформировала корни это котлея формирует после цветения но это не цветущий размер поэтому корни начали формироваться сразу как сформировался этот рост так он начал формировать корни корневая система у нее мощная вот здесь вот корень чтобы иметь представление о том он аж выгнулся выгнулся и потом ушел в субстрат такие мощные толстые корни у нее и вот этот новый рост он дал новый рост новый рост который развился уже он был заложен еще до того как я ее купила он уже дал следующий новый рост вот здесь следующий новый рост вот такой вот хорошенький новый рост в общем такая сильная достаточно растения очень сильная она очень большое растение в общем-то подсохла пока дало новые корни из того роста который развивался но она в общем справилась и в общем природе она очень сильно сохнет она приучена к пересушкам в природе она достигает двух метров что-то мое освещение барахлит очень такое крупное растение это в общем-то гигант в котлейном мире но я знала о том что она крупная другое название этой котлеи котлея тигрина сразу замечу что часто их путают с гутаты гутаты это другое растение вот котлет тигрина или лепальти а это одно и то же растение растение очень красивая мощная крупная и в общем-то я си не могу позволить таких несколько поскольку они займут очень много места в высоту до двух метрах если ну правда говорят что в домашней культуре они такими высокими не вырастают но мне уж очень хотелось хотя бы одно такое растение иметь вот и решилась купить ее ей нужно много-много-много света очень много света зимой ее можно содержать попрохладнее это ее в натуральных условиях она зимой переживает температуры до плюс 10 то есть она у меня будет стоять вместе с набили вместе с волкириан и вместе с набили она пойдет у меня на зимний покой все развивается у нее хорошо рост у нее вот этот развивается значительно быстрее чем формировался предыдущий рост но поскольку уже есть корни вот такой вот очень хорошее радует меня это растение она была сильно погрызана улитками еще до того как ко мне попала но у меня улиток нет и поэтому его ничего не ест ничего ему не угрожает это мои котлея персивили она тоже подросток привезена тоже в марте из калифорнии я вообще очень много растений купила именно в марте этого года она укореняется со старых псевдобульб то есть она способна давать корни со старых псевдобульб по этой причине считается менее капризные чем многие из природных котлей дала она новый рост вот здесь на переднем плане хороший новый рост это вот с марта не сразу на дала новый рост не в марте позже и приблизительно в это же время и 1 канал орхидей мой мир орхидей тоже купил такую котлею так вот у иры это котле развивает новый рост значительно быстрее у нее чуть покрупнее растения и она развивается быстрее вообще считается персивили она не сложной она у меня немножечко подгорела на солнышке чуть-чуть когда началось сильное солнце в апреле в мае она подгорела но ничего ничего такого страшного особенно страшного не произошло и в общем она продолжает растить свой ростик вот этот вот замечательный и я надеюсь что она хорошо коренится с него лето вот ей не хватило чтобы развить этот новый рост это конечно плохо но тем не менее надеюсь что она все равно ворс разовьет это подросток на цветение пока не рассчитываю но развивается на хорошо и она мне нравится очень сама сам цветок нравится потому что он не очень крупный но очень нежный очень красивый не всегда котлея персивили она имеет приятный аромат иногда приятный иногда очень неприятный но в общем то мне по большому счету все равно главное чтобы она жила цвела росла и уже какой будет у нее аромат это уже не так важно и котлей на белеор вот такая красавица у меня выросла я показывала ее уже когда я ее купила вот такая вот прелесть с огромным количеством корней она у меня на блоке растет здесь две деленочки котлея на белеор тоже привезена из калифорнии это же в марте и я обнаружила что она сильно загнила когда привезла ее обнаружила что в теплице был было в общем запущен такой процесс гниения очень серьезный процесс гниения между этой частью и этой частью между ними была бульба которая полностью гнила я удалила получилось две зеленки здесь зеленка и здесь и обе зеленочки дали мне новые росты вот этот рост развился и вот этот рост развился вот такие такие вот здесь у нас косы корней очень хорошее растение между ними вот как раз было гниение которое я удалила я очень рада что я вовремя его заметила корней у нее не было совсем просто вот ни одного понятно там все было сгнившая она просто очень важно содержалось она была посажена в мох и поливалась неправильно но это было чужое растение это было не растение той теплицы где я ее купила здесь вот у нее улитками прогрызан лист это не у меня это вот все что вот из теплицы сейчас она конечно выглядит великолепно просто великолепно особенно вот этот новый рост я даже могу надеяться на цветение такого роста очень хороший рост развился прекрасный хорошие растение очень хорошее и растение не часто встречается в общем не очень такое она часто встречающиеся достаточно редкая на мой взгляд во всяком случае я не могла его долго найти и рост вот последний очень такой хороший крепкий большой и отличается она от волкирианы во первых то что она двулистная и она более теплая в содержании если волкириана она все-таки любит прохладную зиму то набилиор прохладной зиме не нуждается она растет пониже чем волкириана по отношению к уровню моря и зима и нужно теплая на теплолюбивая и она более приспособлена к просушкам даже еще более приспособлена чем на bellior чем с извините волкириана то есть на bellior она в более засушливом климате растет чем даже волкириана уж волкириана она очень стойкая к засухам она белор еще более стойка к засухам но я ее не сушу я поливаю она мне хорошо растет вот такое веселое красивое растение радует меня даже если не зацветет на посмотрите какая прелесть так мне нравится так она хорошо живописного селась на этот блок и вот такие вот корни распустила она тут и в блок проросла и внутри блока проросла тут очень много корней красивое растение доставляет не огромное удовольствие цветет она не крупными цветами и судя по окраске кончиков корней кончики корня лиловатые не знаю видно ли здесь до лиловые кончики лиловые и судя по всему растение должно цвести какими-то такими насыщенным как какой-то насыщенный цвет должен быть у цветов ну в общем я надеюсь за растение в хорошем состоянии прекрасно развивается моя котлевья лося семи алба а цветение ее и ее я показывала в августе цвела на 4 недели вот она развела уже новый рост вот этот вот рост которого она как раз и цвела здесь остатки цветения но корней у нее по-прежнему нет но у нее есть корни в горшке они все больше и больше я их больше и больше вижу вот здесь вот видно корни в горшке у нее то есть корнеобразование происходит от старых бульб с новой бульбы пока корней нет вот это вот особенность велась и имейте ввиду если деленка будет маленькой то будут проблемы с ее адаптации то что она должна быть достаточно сильной чтобы адаптироваться старых со старых бульб потому что новая бульба очень очень медлительно в плане выдачи корней и корней она дает не очень много один два корня вообще она очень такая scudo скупа на образование корней это очень теплолюбивая очень влаголюбивая и очень ветролюбивая котлея мне постоянно кажется что я переоценила свои возможности когда вот решилась на приобретение этой котле и знаю что даже в профессиональных теплицах это котлея большая редкость ее не любит фред кларк и даже артур чадвик ну это уже просто корифей это гуру по выращиванию котлей они не жалуют эту котлею и они ее не имеют в своих теплицах вот давиа с давианами они оба договорились и фред кларк и чадвик артур чадвик они договорились с давианами а вот свиал оси я не знаю никого кто бы договорился на 1 данный момент в нашем клубе тоже ее не жалуют говорят что сколько перед ней не пляши все равно сгниет рано или поздно на вебинаре в американской ассоциации любителей орхидей я слышала что ее лучше держать на блоке я не решилась на блок потому что растение в общем-то крупная я просто не успею его поливать потому что она еще и влаголюбивая вот представьте какие очень такие противоречивые слове содержания любит воду любит чтоб корни были в сухости и при этом любит очень большую циркуляцию воздуха сильная циркуляция воздуха то есть содержать ее сложно и любит она еще тепло то есть должно быть где-то плюс 18 хотя бы плюс 17 впереди холодное время года и я планирую конечно тоже ее держать на грелке для рептилий поливать зимой и и не нужно много только опрыскивание и только солнечную погоду хотя она влаголюбивая но лучше ее засушить и рок из канала орхидеи мой мир орхидеи говорила что в корее их сушит просто насмерть потому что там их содержит при более низких температурах зимой их просто вообще не поливают поскольку она не переносит полив она легко загнивает просто гниет на 1 я вообще за наблюдала за котлей виоласи и на одном канале ютюба наблюдала целый год за такой котлей вот именно за этой 7 алба и к сожалению недавно она на этом же канале была показана как она сгнила то есть год она развивалась и все равно нас гнила ну в общем я решила так что я приторможу с покупкой хотя галла 7 мне очень нравится но я не буду покупать пока и думаю наверное вообще не надо их покупать потому что это повезет если хотя бы одна приживется и вот если вообще у меня давианы и виоласи до следующего года доживут до весны то я в общем куплю себе что-то такое эдакое вот еще не знаю что надо как-то себя наградить будет потому что я конечно буду с ними очень очень предельно аккуратно если мне удастся сохранить их до следующего теплого времени года через если мы переживем зиму то это будет здорово это котла котле виоласи лаби руха номер десять это все что от нее осталось это заказ акваджанейро которая получила в июле растение пришло с почерневшей корневой системой а я проверил его на вирусы но вот догадаться отрезать заднюю бульбу и проверить ее на фузариум но фузуриоз я не догадалась а зря я тогда наверняка бы его просто потребовал за него деньги назад то что растение оказалось поражено мало того что она была в жутком состоянии но еще было поражено фузуриоза ну в общем как в дженера своем репертуаре просто когда заказываете всегда знаете что ожидать будьте просто морально готовы к тому что растение не выживет на сегодняшний день пока все котлеи которые они заказал все растения у меня выжили я заказывал них 5 растений пока все живы но я боюсь что вот это растение я уже не смогу спасти она еще жива она растет новый рост корни уходят субстрат вот здесь корни есть два корня но все равно растение в таком состоянии что в любой момент она может погибнуть ситуация сложилась такая что общем я заметила один раз что у нее задняя бульба по бурела такая прямо такой буро грязно-зеленый такой бурый цвет приобрела и когда я надрезала срезала заднюю бульбу я обнаружила пурпурное кольцо которое вот я покажу как раз на фотографии но я сразу связала с сырой это канал ирина с garden а сыр и я всегда советуюсь по таким вот ситуация и не только по таким ира велела резать до победы ну я развела физан 20 покрепче для обработки всего секатор обрабатывала я огнем и потом еще одноразовыми лезвиями я снимала ткани до полного исчезновения пурпурных следов на срезе осталась одна псевдобульба с молодым вот этим вот ростом который вы видите вот псевдобульба и молодой рост и заметьте тут сзади все заточено как карандаш я резала 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 потому что там все время было что-то розовое на срезе и в общем вот это все что осталось дальше резать было уже некуда в общем как как карандаш заточена это бульба даже все ростовые почки пришлось срезать лезвием в одноразовыми лезвиями я их наверное что 10 потратила под потихонечку слоями я снимала каждый раз использовала новые лезвия имейте ввиду если вы имеете дело с музари с музариозом нужно очень очень аккуратно потому что можно перенести в остаток растения этот фузариоз и поэтому нужно обрабатывать очень аккуратно инструменты перчатки менять я меняла перчатки в общем и секатор которым я первым делал надрезы я просто горелкой обрабатывал огнем в общем в общем надежды у меня нет когда я показывал это растение после получения давала на выживание 20 максимум 30 процентов сейчас это один процент что она выживет 11 из 100 и я скажу так что виоласии вообще очень сложная очень-очень я так обожгла с два раза одно растение стремительно погибло которая в марте купила вот второе растение более крепкое сильное которое мне пришло оно развело новые росты даже процвело которое только что показал до этого и вот это вот еще заказ от аквадженеры тоже пришло убитое растение которое маловероятно что выживет почему очень тяжелые они но хочу сказать что у них очень сговорчивые гибриды вот и гибрида с волкирианами с набилиор очень хороший хочу поискать и приобрести надеюсь что они будут более живучие нам в заказе недавно предлагали гибрид виоласии с котлея волкири но она будет похожа вот на эту вот на ту семи албу которая только что перед этим показывала поэтому я воздержался покупки мне всегда хотелось вот именно обычную пурпурную виоласию я посмотрю попробую найти что-то из гибридов но вот настоящую виоласию просто хочу вас предупредить растение сложное и тоже будет стоять на грелке зимой если конечно до зимы мы доживем как выглядят грелки для рептилий они выглядят вот так грелки для рептилий вот у них провод они подключаются в сеть это маленькая грелка у меня есть большие еще такие длинные на всю полку я хочу поставить на грелку людоманианы виоласии и мой адениум это все мои растения которые очень нуждаются в теплой зиме которые не перенесут охлаждение вот так это выглядит такая грелка можно большую купить можно маленькую вот эту маленькую я покупал когда-то для своего адениума он один стоял на ней я на ней его и выходила он погибал а потом уже купила большую ее можно просто на полку положить и поставить на нее растение она сильно не нагревается но будет очень комфортно корням быть в тепле и за счет этого общем можно избежать гниение корней в зимний период и еще одна моя природная котлея которую я получила вместе с предыдущей виоласии тоже от экваджанейры пришла за сушенными корнями котлея людоманиана 4n но на 4n это значит крупные цветы и они пока не рассчитываю это пришел подросток но он достаточно такой вот кустистой здесь много бульб и что мы имеем на сегодняшний день пришла на сухими корнями сухие сухие корни полностью были сняты после замачивания то есть там осталась одна мочалка это подросток еще раз повторю после трех недель она дала три корня вот есть корни у нас вот белые корни и здесь тоже есть белые корни вот они даже вот видно уходят в субстрат вот здесь белый корень ушел в субстрат здесь плохо ну вот видно два корня с одной стороны или один корень с другой также она дала два роста рост которым она пришла погиб и вот вы видите два темненьких роста один на заднем плане большой и один вот здесь маленький они развиваются растут все нормально корешочки ушли в субстрат они так прям туда поползли вниз я посадила в под в полу гидропонику и я первый раз пользуюсь полу гидропоникой именно потому что я знала что котлей людоманиана очень тяжело адаптируется но на сегодняшний день я не считаю это удачной системой я не думаю что это лучше чем обычная кора так мне кажется хотя кто знает трудно сравнить тем не менее корни она дала корней мало как всегда вот эти вот прихотливые природники дают очень мало корней ну если не мы не говорим о волкирианах и на белор которые корни дают в огромном количестве и в общем-то на такой пол гидропонику вот она стоит в блюдце тут чуть-чуть воды на дне влага поднимается но при этом есть прорези в горшке то есть она дышит вот так она стоит я сначала сделала кашпо ей но потом кашпо убрала решила что если будет вентиляции воздуха больше то это будет лучше наверное это правильно оставлять ее вот так вот от в открытом таком горшке посажена на в керамзит некрупный вот так она живет ну в общем-то развивается выживет ли она это трудно сказать это очень маленькое растение посмотрим что у нас получится молодые ливили дамо не она повторю еще раз очень теплолюбивые они и большие то теплолюбивые уж молодые тем более теплолюбивые тоже будет стоять на грелке для рептилий в холодное время года грелки которые я только что показала и так на грелке для рептилий это зимой будут содержаться виолоси и людомоньяны мой аденин тоже любит грелку в холодное время как я уже говорила вот такая коллекция у меня природных котлей собралась на сегодняшний день хочу приостановить покупку новых природников и посмотреть что приживется что может и не приживется в моих заказах на ближайшее время нет природных котлей я не считаю котлей у рекс на данный момент она заказана уже нашли получу только следующем году должна получить за нее уже оплачена а так вот жены и опять же опять же но просто заказать то что хочется очень сложно и приходится вот рисковать с акваджанейры играть вот в такие игры выживет не выживет я даже в общем-то проигнорировала недавних сообщения мне пришло сообщение что у них появилась котлея квадриколор который мне очень очень хотелось но я решила что я не буду пока ее покупать хотя мне очень хотелось квадриколор правду и кваджанейр не очень хорошая вариация квадриколор квадриколор бывает изумительно они очень очень дорогие если покупать их северной америке цена за квадриколор может достигать астрономический цифр с тремя нулями я даже не хочу озвучивать эти цифры и я конечно не готова покупать за такие деньги но в кваджанейре была предложена квадриколор за 20 долларов это значит что это будет вот такой же подросток на которые в принципе согласна но я решила что пока я не хочу больше покупать природников хочу я посмотреть на то что у меня будет хорошо развиваться и что не будет ну в общем самый позитивный на сегодняшний день у меня опыт с набелер и волкирианы и наверное еще с леопальдиай которая тигрина самыми тяжелыми в адаптации как я сказала на сегодняшний день я считаю виоласии виоласии это просто но это просто беда и боль если у кого-то вот живет виоласия живет и цветет хотя бы год буду очень рада и очень признательна за ваши советы за какие-то подсказки если у вас есть такое растение природное именно не гибрид а именно природная я буду очень рада любой информации я вот уже сказала что на одном из канале я с таким в общем-то трепетом и радостью наблюдала за виоласией семи алба целый год я наблюдала за ней я даже делилась скидывала ссылки на этот канал любителям природных орхидей мы обсуждали это все и в итоге вот она сгнила ну так неприятно вопрос передать не могу я восприняла эту потерю просто как свое собственное и и в общем надо в общем быть очень аккуратными выбери выборе растений и возможную связалась и наверное лучше не связываться спасибо за то что посмотрели мой обзор здоровье вам и вашим растениям